Глава фонда Руссидящая Ольга Романова к нам присоединяется. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Начинаем с Курской области. Естественно, главное событие этой недели, да и в принципе последних дней. Там продолжается оборонительная операция вооруженных сил Украины. И рекордное количество пленных вчера зафиксировали. Сразу больше сотни россиян сдались в плен, причем сдались из хорошо оборудованного бункера. Там было много запасов и провизии, и оружия. И они при этом сдались. И продолжают сдаваться и далее. Почему не сопротивляются? Почему считают лучше сдаться в плен украинским войскам? И гражданские люди при этом встречают украинцев как освободителей? Вы знаете, операция в Курске вообще, конечно, очень показательная. Она, ну, спасибо вам за это, она очень красивая. И я надеюсь, что просто очень многие россияне в конце концов увидели вокруг себя окружающий мир. Потому что, читая курские паблики, на самом деле это больно очень делать. Потому что это, ну, здесь дело не только в том, что это мои соотечественники. Я уже привыкла к соотечественникам во всех их видах. А ты видишь просто вообще измененное человеческое сознание. Для очень многих курян война длится 9 дней. Это удивительно совершенно. То есть приграничная территория война длится 9 дней. Что касается пленных, то здесь, мне кажется, совершенно другая ситуация. Так или иначе, военные, военнослужащие ли, контрактники ли, заключенные ли, которые не считаются военнослужащими, я не устаю это повторять, потому что для многих зэков это большой сюрприз бывает, да, когда случается ранение или их убивают, родственники вдруг обнаруживают, что они не военнослужащие. Призывники, которые тоже, в общем, совершенно другой категории, тем не менее, тем не менее, они все-таки знают несколько вещей. Они знают, что отношение к пленным, военно-пленным в Украине нормальное. Такое, какое предписано по Женевским конвенциям, в отличие от России. И это они прекрасно понимают. И, конечно, очень много раз критикуемый внутри Украины, вот, хочу жить, тем не менее, это дело работает. Это дело работает. И, несмотря на то, что в России, и особенно, кстати сказать, среди чеченцев, и об этом говорят чеченские командиры самые разнообразные, включая разных бугров из Министерства обороны, считают, что плен – это вообще вычеркивание, вычеркивание военнослужащего, отовсюду, да, из жизни, из довольствия, что он преступник. Тем не менее, тем не менее, люди сдаются, потому что это лучше, чем умереть, в любом случае. И, слава богу, слава богу, лучше, чем убивать. Мы сейчас видим рекордный рост не только пленных, количество пленных, зающихся в украинской стороне, но и рекордный рост в судах, а именно в 10 раз по сравнению с 2023 годом, количество дел, возбужденных на отказников. Отказ выполнять приказ, отказ от демобилизации, отказ от призыва и так далее. И так далее все преступления, которые связаны с приказом идти на войну, все больше и больше игнорируются или встречаются сопротивления. Ну да, оно молчаливое, это не протест против режима, вот пока еще, это не протест против власти, и даже это не протест против войны. Это протест против того, что нужно отдать мою молодую или не очень молодую жизнь. Неизвестно за что. Уже хорошо, уже хорошо, там чуть-чуть еще совсем и будут антивойное настроение. Я видела много обращений военнопленных, которые записаны украинской стороной, и обращений срочников. Мама, забери меня отсюда, поменяйте нас, Владимир Владимирович, поменяйте нас на азовцев. Ну да, что ж, что ж. Я надеюсь, что сейчас эти процессы начнутся. Я очень надеюсь, что абсолютно измордованных, запытанных азовцев из Таганрога, из Ростова, из тюрьм Ростова и Таганрога, из страшной тюрьмы в Камышине, наверное, самой страшной в России тюрьмы, никогда она не была такой. Это СИЗО было совершенно обычное, нормальное, пока там не появились украинские военнопленные. Теперь это стало самым страшным СИЗО, где и издеваются, и запрещают разговаривать друг с другом. И в полный голос и шепот там люди выходят с большими психологическими проблемами, с психическими проблемами, конечно. Что вот эта проблема, в конце концов, будет решена. И освободят каждый день, каждый день. Каждый день мы слышим приговоры для украинских и военнопленных, и цивильных заручников. Пожизненное, 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 пожизненное. Сегодня Ирина Горобцова из Мариуполя, айтишница, была приговорена к десяти с половиной годам заключения за шпионаж, измену, бог знает что. Неважно. Это украинская патриотка, да, владерка. Да, ее надо менять. И Россия и Украина уже начали переговоры об обмене пленными на фоне операции в Курской области. И уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец уже провел разговор с Татьяной Москальковой. И как раз Россия тут проявила инициативу в этом вопросе. Скажите, почему раньше они особо не спешили забирать пленных, а теперь вот сами выступили с такой инициативой? Это связано с таким большим числом плененных в Курской области и с тем, что там есть срочники. Ну, вы знаете, у меня есть два ответа на этот вопрос. Я просто думаю, что как раз ответа такого однозначного и вообще нет, это микс. Конечно, ответ самый очевидный, потому что срочники, потому что, ну, это дети, потому что это очень сильно влияет на пиар войны, пиар Путина, пиар власти. Это срочники. Так, а в конце обращения говорит, мама, пожалуйста, мамочка, забери. Новообращение мамочек, конечно, очень-очень влияет на все. Да, но мне кажется, что Путину и на это было бы наплевать. Дело в том, что вместе со срочниками украинца, украинцев страна взяла в плен нескольких ФСБшников. И мне кажется, что Путин имеет в виду вот это. Ну вот, как раз таки продолжая тему пленных, журналисты издания «Важные истории» смогли подтвердить имена более 20 российских солдат срочной службы, которые попали в первые дни наступления украинской армии в Курской области. И вот, по данным СМИ, в регионе могло находиться несколько сотен срочников, молодых парней. И многие из них числятся уже пропавшими без вести. Некоторые, как мы говорим, оказались в плену. И родители, да, срочников из других регионов, даже я читал, по-моему, из каких-то далеких областей, из Мурманской в этом области, они рассказывают, что их сыновей, срочников, начали готовить к переброске в Курскую область. Но Путин же обещал, что срочники воевать не будут. А здесь есть очень хитрый закон о призыве. Дело в том, что, ну, во-первых, приграничная территория – это не фронт. Ну, то есть официально это не фронт. Курская область, конечно, уже фронт, а вообще-то не фронт, вообще-то это территория России, по крайней мере, некоторая часть Курской области. И что, какой статус у территории, которая занята украинскими войсками, ну, то есть пока сама Украина не говорит, хотя, конечно, очень хочется, очень хочется посмотреть на референдум, очень хочется. Нет, я думаю, что вряд ли такое произойдет. Там просто пока есть военная комендатура, и все. Просто помечтать. Хотя мне кажется, что украинцы с их уважением к электоральному процессу, вообще к электоралиям, не будут делать то, что обычно делает Путин. Вот это вот 99,9 периоде. Не будут заниматься этой фигней, если не сказать другого слова. Поэтому, конечно, я с вами согласна, что вряд ли, но было бы забавно. Тем не менее, после четырех месяцев службы срочной, когда принимается присяга, когда проходит курс молодого бойца, вот дальше по закону срочников уже можно отправлять на фронт. Вот срочников до четырех месяцев нельзя, а после четырех можно. То есть весенний призыв, который начался в конце марта этого года, еще нет. А вот осенний уже да. Ну, Путин, получается, осознает, что не хватает людей защищать территорию страны своей собственной? Не то, чтобы даже атаковать другие, да? Потому что, ну, если срочников уже он решает бросать в бой. И вот в связи с этим вопрос, решится ли он объявить полную мобилизацию в ближайшее время, учитывая события, которые происходят? И что это будет за войско, учитывая, что даже на фронте сейчас им не хватает техники? Ну, вы знаете, я посмотрела, конечно, очень внимательно все обращения и все видео со срочниками. Меня, конечно, поразил срез, социальный срез. Ведь там довольно много бывших граждан центрально-азиатских республик, центрально-азиатских государств, которые получили недавно российское гражданство и тут же были призваны в армию. Тут же, то есть по законам, жестким законам российского пиара, их не существует, этих людей. То есть их никому не жалко. А это как зэки, да? Никому не жалко. А какой-то там Самир, бывший гражданин Таджикистана, да боже ж мой, да? Все-таки и таких много. То есть это означает, что Путин уже очень сильно по скребу с усеком. Очень сильно. Если уж даже призыв такой. Но я бы здесь подождала бы развитие событий, мне кажется, мне кажется, ну вообще ходит такой слух, что Путин договорился с Ким Чимыном и вполне возможно, что мы на фронте получим 200 тысяч северных корейцев, солдат. Здесь, конечно, встает вопрос о том, как ими командовать, но вообще командовать, мне кажется, северокорейцами гораздо проще, чем заключенными. Ну, выучить 10 команд, собственно, и все. А заключенные на это не способны, все-таки выучить 10 команд. Не потому что не способны, потому что он тупой, а потому что он по-другому устроен на подчинение, да? Процесс подчинения. А корейцы такие. Если этого не будет, мобилизация абсолютно неизбежна. Другое дело, что, конечно, не всеобщее, потому что сейчас у нас призыв, это до 30 лет, 30 лет включительно, по мобилизации может быть больше. И это может затронуть, это может затронуть такую технократическую путинскую партию. То есть это не обязательнощина Единой России, а я бы сказала так, это партия тыквенного лата и лавандового рафа. Вот это партия, которой наплевать на войну, но которая стрижет купоны вообще с войны. Которая так иначе вкладывается или непосредственно в военную экономику, или посредственно в военную экономику. Ну то есть, да, это молодые, модные выпускники или пока еще студенты престижных вузов, которым пофигу война, у которых там есть какой-нибудь папа полковников СБ или менеджер среднего звена где-нибудь в «Газпроме». И они видят свою карьеру так. Их может зацепить, потому что, простите, маргиналов, если не сказать сильнее, все меньше и меньше. Все маргиналы, которым нужно было 200 тысяч в месяц, они в общем все ушли. То есть сначала выкосили всех дураков, которые пошли, поверив Путину за идеологию, освобождать Украину от нацистов. Да, прелестно. Вот те, кто в это верил, я думаю, что их уже особо нет в живых. Дальше начались люди чисто за бабки. Чисто за бабки еще идут, но вы видите, как поднимается цена стремительно. Уже 2 миллиона, сейчас скоро будет больше. То есть совершенно понятно, что подъем цены нам свидетельствует о сокращении спроса. А это уже в общем предельная цена. Платить уже больше 25 тысяч долларов за одноразовое подписание, а это миллион девятьсот, это региональная надбавка, плюс полмиллиона это федеральная, это только за то, что ты подписал контракт. И еще плюс зарплата 200 тысяч в месяц, и еще плюс ранения, и плюс похоронные, если что. То есть это уже деньги, то есть по подсчетам Пастухова это порядка 60 тысяч евро на одного человека. То есть семья продает своего мужчину за 60 тысяч евро. Это деньги, которые эта семья не заработает поколениями. То есть да, она может продавать мужчину, я вас уверяю, что 60 тысяч она уже продала всех, кого могла. Поэтому наступает очередь тыквенного латы и лавандового РАФа, а вот это уже очень проблематично. Очень проблематично, и здесь уже наступают проблемы. То есть зэков уже нет. Зэков уже нет, уже вот, ну все. То есть уже дальше такое вот доение, уже выданные 20 раз козы. Мы видим, что людей, получивших новенький российский паспорт и приехавших из стран Центральной Азии, тоже уже, в общем, вполне себе выкосили. Выкашивают, судя по ценам уже оставшихся маргиналов, которые никогда не видели вблизи социального лифта, они оседлали свой социальный лифт. А дальше начинаются пассажиры социального лифта. А вот это проблема. Слушайте, ну или можно повышать, конечно, цену на мужчин с 60 тысяч как-нибудь подороже их продавать. Ну и вот заканчивая тему операций в Курской области, да, по поводу мирного населения. Если говорить, то вот в Киеве предложили людям из Курской области эвакуироваться в область Сумскую. Это заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. Кроме того, воины вооруженных сил Украины раздают гуманитарку людям, привозят воду. Есть некая забота о гражданском населении. И, кстати, я не встречал каких-то в СМИ даже российских жалоб. Та же «Медуза» пишет о том, как люди встречают радостно солдат украинских. А как российская сторона заботится о беженцах, о жителях региона Курской области? Это, вы знаете, меня, кажется, больше всего насчет жителей Курской области растрогало видео, когда солдат ВСУ, его останавливают две старушки, старенькие-старенькие, еле передвигающиеся, и просят украинского солдата допросить их до пункта эвакуации. Ну, естественно, это невозможно, но они при этом говорят по-украински. И солдат спрашивает, вы говорите на моем языке? А я говорю, да, потому что мы его знаем. Нет, мы русские, просто мы говорим по-украински. Ну, мне кажется, это вообще свойственно, по крайней мере, жителям вот этой части Курской области. Слишком близко была Украина, и, конечно, до войны люди же общались между собой, естественно. Поэтому, я думаю, Сумская область – это, в общем, неплохой вариант. Опять же, я сижу в пабликах самых разнообразных, от любопытства. Последний раз я была в паблике небольшого и очень милого, на самом деле, подмосковного городка, называется «Сребряные пруды». Чат там этот просто взорвался, потому что приехали беженцы из Курской области. И это, знаете, уши горят читать. Просто уши горят. Да понаехали цыгане. А кто им тут понаставил палатки? Да кто разрешил? Да пусть уезжают в другие области. А где они будут ходить в туалет? А что это? А почему под нашими окнами? Ну, вообще-то, конечно, все сидят с платочками у телевизора, да, и так жалко, так жалко Курян, пока они не под окнами вашего дома. И вот на этом месте начинается понаехали. В общем, такая, ну, типичная российская взаимопомощь. Да, я читала это ваше сообщение и прочитала то, что вы выкладывали вот эти вот переписку эту, и там ни одного не было сообщения, чтобы кто-то предложил помощь. Ни одного. Ни одного, никто не вынес стаканы воды. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. Вот в пресс-службе правительства Курской области назвали фейковыми сообщения о том, что в регионе ищут рабочих для рытья окопов. Я напомню, что несколько дней назад появилась информация, что рыть окопы для обороны некому. Затем на Авито якобы опубликовали много таких объявлений. Как вы полагаете, хотела уточнить, это фейк или все-таки где-то правда? Нет, сейчас они начали скрывать эти объявления. Но их начали скрывать именно. И я видела, показывали съемки украинской разведки, что эти окопы просто появляются, новые окопы просто появляются. Они как-то не появляются, наверное, сами собой. Наверное, кто-то их роет, и вряд ли их роют солдат-срочники. Ну, сильно я в этом сомневаюсь. Я думаю, да. Я думаю, что все-таки идет какой-то набор, но все-таки в ситуации с Курской областью мы видим растерянность. Мы видим растерянность. Но и, честно говоря, я вот просто специалистом в своей проблеме, в пенитенциарной, и я очень внимательно наблюдаю за наступлением украинских частей под Ольговом. И вот я разговариваю сама с собой. Вот в Ольгове есть самая сложная в России исправительная колония. Она самая сложная. Там с 2012 года было шесть бунтов. И в одном году 700 человек там единовременно себе вскрыли вены. В 2012 году вскрыли себе вены. В общем, такая очень боевая колония. И, наверное, единственная оставшаяся в России колония с черным ходом. Я вот думаю, ну вот дойдут войска ВСУ до этой колонии. Не до Ольгова. А все время появляются то ли фейки, то ли не фейки, что воюют уже в Синовце на фронте. Кого-то из Синовцев украинцы взяли в плен и показали документы. Мы все это видели. Вопросов нет. Но воюют ли в Синовце, я не знаю. Но вот что делать с колонией? Она на полторы тысячи мест. Сколько там сейчас людей? Непонятно. Думаю, что меньше. А вот дальше. Вот дальше. Публика там та еще. Дальше украинцы начинают их сторожить, кормить, обстирывать. Ну вот что. Или говорят, айда с нами. А зачем они вам? Или открывают ворота и говорят, идите куда хотите. Вот три варианта я вижу. И я не знаю. Я не знаю, какой выберет вариант командования вот этими частями ВСУ, которые там в Ольгове. То есть вот есть вопросы, на которые, я думаю, сейчас ни у кого нет ответов. Это действительно вот Рытьеокупов или не Рытьеокупов. Срочники или не срочники. Что делать с этим или что делать с теми? Ну то есть есть ответы. Допустим, все ответы плохие. Или все ответы неправильные. А правильных, врата, как нет. Поэтому, не знаю. Мне кажется, что украинцы плохо не сделают. И посмотрят сами по ситуации. А насчет Рытьеокупов. Ну слушайте, вот уже сейчас, мне кажется, выучил уже даже школьник младших классов, что окопы, зубы дракона, любые оборонительные сооружения без людского наполнения, ну бессмысленно, они бесполезны. Танки, их легко переходит, равно как и пехота. Надо, чтобы там были люди. А людей взять негде. Смотри, предыдущий вопрос, Путин тоже не знает, где убрать людей. Приходится либо поднимать сейчас сцены, либо забирать из идущего наверх социального лифта. А этот социальный лифт начал расстреливаться. Ну и как и не хватает рабочих рук. Не только солдат. Потому что, ну, по крайней мере, из следующей новости следует такой вывод. Это о том, что школьникам стали отказывать, причем массово отказывать в переходе в 10 класс, после того, как Путин потребовал отправить россиян на заводы. И вот школьникам рекомендуют учителя, администрация школы продолжать обучение в колледже, в техникуме, идти на какую-то там обычную профессию техническую, да, чтобы скорее он оказался на заводе. И вот эти случаи фиксируются по всей стране. Люди жалуются в разных городах, даже крупных. Это может быть действительно указание сверху, чтобы побольше детей, условно, шли скорее в, как раньше назывались, бурсы и учились там? Но не только. Вы знаете, в общем, все, что происходит в последнее время, направлено на то, чтобы молодые люди как можно быстрее, как можно быстрее рожали и шли на завод или на войну. Это и закон о гей-пропаганде, о запрете ЛГБТ, и нападки на феминизм, и нападки на child free, и попытки запрета абортов. И вот все-все-все-все-все-все. И постоянные разговоры о том, что женщина не должна учиться, а должна жениться, должна рожать. И чем раньше она родит, например, в ПТУ пусть она родит, и будет ей за это выплата. А вот этого своего хахаля пусть за руку приведет в военкомат и получит за это еще 30 рублей. Ну и, конечно же, найдет следующего хахаля то, что нужен ребеночек второй. И материнский капитал из-за второго ребенка, из-за третьего. Вот, казалось бы, Путин вообще довольно давно начал программу стимулирования материнского капитала. Но, простите, 18 лет назад они уже в окопах. Они уже в окопах. То есть, вот развивая сейчас и вот эту анти-ЛГБТ, и антифеминизм, и анти-чарльдсфри повестку, и в то же время стимулировать детей не ходить, не получать высшее образование, а идти к станку, он на самом деле думает о том, чтобы через 18 лет. Дети, которые родятся сейчас от школьников, которых очень стимулируют к этому делу, то есть он собирается воевать вечно. Ну, скорее всего, да, учитывая и то, что есть у него всякие юнармии, всякая прочая вот такая ерунда, скорее всего, да. Ольга, мы вас благодарим за содержательный разговор, за то, что к нам присоединились. Глава фонда «Руссидящая» Ольга Романова была с нами на связи. До встречи в эфире. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.